Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Холоденко. Я практический психолог. Я знаю, что многих женщин беспокоит вопрос, как помочь самореализоваться мужчине. Мужчины особо плохо переносят кризисы. Они дольше, чем женщины, меняют место работы, потому что они могут очень долго переживать по поводу того, что нет достойной работы, нет достойной оплаты. И иногда такое случается, что мужчина может сидеть без работы неприлично долго, либо работать на нелюбимой работе неприлично долго, либо недостаточно зарабатывать. И тогда каждая мудрая женщина задумывается о том, ну как же ему помочь, как же его поддержать для того, чтобы он имел все то, чего достоин. Ну сначала хочу сказать об ошибке, которую совершает большинство женщин. Первое. Никогда не пишите резюме своего мужа, не рассылайте, не делайте каких-то шагов, о которых он вас не просит, не просите о собеседованиях, чтобы его выслушали, не водите его никуда за руку, потому что этим вы мужчину унижаете. И даже если это когда-то сработало, поверьте мне, этим горьким опытом научены все жены президентов, которые слишком активно поддерживали своих мужей. Да, эти мужья достигли большого успеха, но, как мы видим, затем они перестали ценить и уважать своих жен. Затем они нашли себе других девушек или женщин, которые не видели всего пути, которые не видели каких-то некрасивых моментов, и на фоне которых он теперь достаточно уверенный в себе мужчина, которому не хочется видеть женщину, благодаря которой он всего этого достиг. Поэтому не ведите себя как мамочка со взрослым мужчиной. Что же вы можете делать для того, чтобы его поддержать, для того, чтобы ему помочь? Ну, прежде всего, возможно, кому-то не поверится и покажется, что это какая-то вообще глупость и такого быть не может, но самое главное – это включить в себе кошечку, начать вести себя таким образом, чтобы ему захотелось сделать что-то хорошее для вас. Не делайте ничего искусственного, не делайте этих привычных свечей с лепестками роз, но в каждом своем поступке подчеркивайте, что вы в него верите, и самое главное – максимально пробудите сексуальный аспект. Причем это не говорит об увеличении секса в жизни, это говорит о той энергии, которую мы чувствуем на первых свиданиях. Вот начните с ним общаться так, как будто бы вы знакомы с ним всего лишь два дня, и вам хочется побольше о нем узнать. Именно эта энергия, именно это пространство будоражит мужчину. И самое главное – у него появляется внутренняя потребность помочь своей женщине чувствовать себя увереннее, самому хочется чувствовать себя увереннее. И самое главное – помните, он в состоянии все сделать сам. Ваша задача – поддерживать и будоражить. С вами была я, Наталья Холоденко. До новых встреч!